всем привет сегодняшнем видео будет не bluetooth версия хэд трекера над этим я пока еще работаю а вот такая вот посылка точнее распаковка посылки здесь ах да я провел в своем паблике на вк опрос хотите ли обзор посылки или нет и большинство ответила да поэтому я и делаю этот ролик здесь должно быть 20 светодиодов 10 ваттных 10 вот таких вот светодиодов стоит 185 доллара довольно таки мало как для вот таких вот девайсов это скорее всего от браковка потому что ну слишком уж дешево но все-таки решил себе купить и их обязательно протестирую но сам тот факт что они запакованы был антистатический герметический пакетик в общем-то радует и наконец-то сделаю какое-то более-менее нормальное освещение для своих роликов так усилитель на базе микросхемы pam 8403 у меня было одно видео такой вот микросхемкой называется динамик из винчестера у меня есть мысль из них попробовать сделать драйвер для двигателя не знаю что из этого конечно получится потому что он вообще-то рассчитан для звука а я хочу движки крутить вот этот пакетик с петьма усилителями полтора доллара то есть 30 центов за штуку а это у нас пожалуй самая дорогая моя покупка из всей вот этой посылки стоимость 3 и 8 доллара ардуино микро ну вообще-то вообще-то я пока что отложу на самый последок оставлю потому что здесь будет что сказать так посылка и шла 25 дней продавец вроде бы с нормальной репутацией так что в целом могу посоветовать все это покупал в одного продавца ну и что давайте при помощи моего регулируемого блока питания будем тестировать ток я выставил три 300 миллиампер потому что больше ни к чему ибо они перегреется очень быстро и будем смотреть какое напряжение будет при токе 300 миллиампер кстати здесь на светодиоде указан минус и плюс так и напряжение 13 вольт но скорее всего сейчас работает ограничение потоку теплого свечения светодиод ток 290 миллиампер ну вообще-то 300 просто прибирает слегка напряжение 9 она нагревается 9 6 8 так где 94 тоже теплого свечения напряжение 9 и 94 эти 76 напряжение но разброс напряжения присутствует что и собственно характерно для бракованных светодиодов ну в целом думаю я найду куда их применить стоит недорого почему бы и не использовать на что-то полезные ах да по поводу вот это вот регулируемого источника питания если что я ссылку конечно же на него укажу но забегая наперед скажу что у меня будет следующим видео обзор этого блока питания принципе он своих денег стоит ну да забыл еще сказать что тепло-белый куда приятнее глазу чем холодно-белый но моему телефону кажись наоборот тепло-белый почему-то у него руки стоят такие желтые-желтые и даже если баланс белого подкрутить все равно ничего не помогает может быть это из-за коврика кстати это называется коврик для резки усилок стерео в целом довольно таки неплохой если не учитывать что он класса d который использует шим модуляции и имеет довольно таки неплохой коэффициент полезного действия вот это вот гудение потребляет 20 миллиампер динамики от ултбука вот теперь 200 целом если вы хотите простенький усилитель на пару ватт до 3 ватт и не сильно заморачиваетесь по поводу качества звука можно брать я бы посоветовал лично мне качество звука у этого учителя более менее нормальные последний товар из сегодняшней распаковки это китайцы даже не соизволил себе поставить галочку или это 5 вольтовая версия или 3 или 3 и 3 чем же примечательно эта плата ну в принципе размерами вот вам а батарейка для примера ну или же вот разметка на коврике один квадратик один сантиметр также эта плата примечательно тем что здесь нету никаких юсб юарт преобразователей здесь уже аппаратная работа с юсби что собственно позволяет работать с юсби напрямую пример сделать что-нибудь типа джойстика из этого вот модуля или же можно эмулировать клавиатуру мышку ну и много еще разных юсби девайсов ну правда недостатком этой платы есть цена 3 и 8 доллара я думаю это слишком много а может и не совсем ну ладно не буду делать обзор этой платы потому что я еще не подготовился но скажу что девайс крайне интересен вот например у меня есть мысль сделать из этой платы джойстик у меня есть эти как его там аналоговые стики два штуки mini usb то есть любой кабель от смарта или в принципе от современного телефона подойдет без проблем взял в общем-то чисто для экспериментов но если у меня получится то что я хочу из этой платы то не будет вам что показать ах да забыл сказать светодиоды позиционирует как 10 ваттные 12 вольт 700 миллиампер хотя по факту они 700 миллиампер начинают потреблять где-то при напряжении 10 и 5 примерно вольт конечно же светодиоды разные одинаковых полупроводников практически не существует каждый чем-то до отличается как бы вот такая вот посылка получилась за посылку отдал почти 10 долларов прождал 25 дней но я думаю она того стоит мне на будущее как минимум для разных проектов поделок и всякого такого на этих светодиодах кстати можно сделать дома можно сделать освещение светит они довольно таки нормально если грузить их до полных 10 ватт то будут светить не хуже чем лампочка накаливания на 75 ватт но в таком режиме они очень очень сильно греются потому есть смысл использовать несколько диодов и использовать их более щадящим режиме что собственно и повысит кпд и на заключение хочу поинтересоваться вашим мнением стоит ли мне делать вот такие распаковки вообще распаковки на моем основном канале или не стоит что думаете вы пишите в комментариях под этим роликом